Тепловики против должников. Ивановская сбытовая компания пытается вернуть причитающиеся ей деньги с помощью судебных приставов. Неоплаченных квитанций за отопление рядовые ивановцы накопили аж на 77 миллионов рублей. Среди злостных неплательщиков в основном социально неблагополучные граждане. Многие из них квитанции игнорируют не первый год. Когда письменные уведомления и звонки не помогают вернуть долги, приставы вынуждены переходить к более решительным мерам. При наличии имущества судебные приставы исполнители проводят опись данного имущества. В дальнейшем должникам будет предоставлена отсрочка в течение 10 дней. В тот период они могут произвести оплату данного имущества, либо данное имущество через 10 дней будет передано на реализацию в счет погашения задолженности. Почему не платим? Сколько нужно платить? 62 тысячи. А там у нас по 100 тысяч. И что? И к ним, значит, пойдем? Не поживайте. У меня 7 тысяча, а потом у него 10. Сколько надо? Ну, я говорю, долг 62 тысячи. Женщина со слезами на глазах признается, что не платит уже давно. Денег нет. Поставила новую дверь, копила на нее полгода. Только за отопление квитанции на 60 тысяч. Общая задолженность за коммунальные услуги гораздо больше. Обещает, что платить будет. Приставы, несмотря на это, описали немногочисленные ценные вещи. Микроволновую печь и телевизор. Этого, конечно, недостаточно. Сейчас произошла опись имущества должников. На завтра они вызваны у нас по повесточке. Завтра подойдут и уже будем решать вопрос о дальнейшей выплате по теплосбытовой компании. С ними на месте. То есть, либо рассрочка, либо обратятся в суд. Но в любом случае выплачивать будут. Забывают о квитанциях не только пьющие тунеядцы. Среди неплательщиков и вполне благополучные ивановцы. В этой квартире живет семья с двумя детьми. Уверяют, что долг почти погасили. Правда, документов подтверждающих это нет. Теплосбытовая компания напоминает, что если с оплатой за поставленный ресурс возникают трудности, следует обратиться непосредственно к ним. Пойдут навстречу. Мы должникам предоставляем рассрочку платежа. Естественно, она беспроцентная, никаких штрафов не начисляется. Пытаемся договориться, чтобы они оплачивали хотя бы сколько-нибудь. Даже у кого большая задолженность, платите пока сколько можете. Сами приставы признаются. Порой требовать непосильные суммы с должников непросто. У многих денег не хватает даже на еду. С другой стороны, и закон един для всех. И платить за потребленные коммунальные услуги должен каждый.